МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выгодный контракт. Фондок запустит производство за рубежом. Разработали мы уже дорожную карту о продвижении этого проекта. Какие перспективы? Аферисты на связи. Мошенники продолжают атаковать белорусов. Водителям различных служб доставки обращать внимание на эмоциональное состояние лиц. Как уберечь самое ценное? Мокрый февраль. В стране увеличились гололедные травмы. Переломы лучей в типичном месте, тоже с предплечья, и травмы голеностоп. Что делать, когда вокруг каток? А также рост сальдо, железнодорожный дискаунт и строительные работы. В Беларуси планируется отремонтировать более 4 тысяч километров дорог. Где грядет апгрейд? Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты и я, Елизавета Липеева. Производство с бобруйской пропиской откроется в Узбекистане. Сотрудничество с азиатской страной вышло на новый уровень. Беларусь готова делиться опытом и технологиями. Для этого есть база, которая позволяет давать заметные результаты. Фондок в ближайшей перспективе совместно с партнерами начнет выпуск мебельной продукции. Ташкент берет обязательство построить здание и закупить оборудование. Бобруйское предприятие не просто будет обеспечивать сырьем, а производить и реализовать на местном рынке продукт. Разработали мы уже дорожную карту по продвижению этого проекта. Она утверждена председателем концерна и главой торгово-промышленной палаты Узбекистана. Ну и дальше мы в течение года все-таки думаем, что населим этот проект. Предприятие практически с вековым опытом осваивает новые направления экспорта. За прошедший год изделия отгрузили более чем в 15 стран. Произведена частичная модернизация мебельной фабрики. Запущена новая линия лесопиления. Качество продукции контролируется на каждом этапе производства. Денежные уловки. Виртуальные жулики активно атакуют белорусов. С начала года возбуждено 19 уголовных дел по фактам телефонных мошенничеств. И это только те случаи, когда злоумышленники выманивали у жертв деньги за положительное решение вопросов. К слову, для реализации замыслов часто использовали водители такси, которые доставляли посылки с крупной суммой и даже не подозревали о криминальности своих услуг. МВД напоминает о необходимости рассказывать своим детям о способах вовлечения несовершеннолетних в противоправный бизнес, а также о последствиях опрометчивых шагов. Кроме того, в ведомстве настоятельно рекомендует водителям различных служб доставки обращать внимание на эмоциональное состояние лиц, отдающих посылки, и на объем пакетов или коробок. Такие преступления зарегистрированы по всей стране. Сумма причиненного ущерба превышает 200 тысяч рублей. Дорожные работы, скидки на перевозки и добро пожаловать. Более 26 тысяч жителей Евросоюза посетили Беларусь по безвизу с 1 января, что привлекает иностранцев. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Сальдо внешней торговли товарами и услугами Беларуси по итогам прошлого года сложилось положительным – чуть более 480 миллионов долларов. По сравнению с 22-м, внешнеторговый оборот увеличился на почти 7% и превысил 95 миллиардов, а экспорт услуг вырос до 9,5%. Беларусь и Россия договорились о скидках на железнодорожные перевозки до 40%. Работа в этом направлении велась уже продолжительное время. В дальнейшем установленные акции будут действовать по маршрутам Международного транспортного коридора «Север-Юг», а также по направлению портов Санкт-Петербурги. 61 сорт сельхозкультур включили в реестр белорусской селекции по итогам испытаний 2023 года. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия заверяют, на то, чтобы новые высокопродуктивные виды увеличили свой ареал, необходимо от двух до трех лет. К слову, сейчас аграрии в самом начале. Они занимаются внесением органических удобрений. В этом году в стране планируют отремонтировать более 4000 километров дорог. Полотно обновят на 1400 километров республиканских и чуть меньше 3000 местных трасс. Также будет реконструировано не менее семи мостовых сооружений. Более 26 тысяч жителей Евросоюза посетили Беларусь по безвизу с 1 января. Из числа прибывших 14 тысяч граждан Литвы, около 6,5 тысяч латвийцы и под 5 тысяч поляки. Всего с начала действия режима в страну въехали чуть менее 830 тысяч иностранцев. Упал, очнулся гипс. Последние дни февраль изрядно штормит. То снег, то ветер, то ледяной дождь. Как итог, на улице гололед. По информации Минздрава, с ноября по январь в стране зафиксировано более 9 тысяч случаев гололедных и холодовых травм. Четверть всех пострадавших – дети. В Могилевской области за это время 1667 пациентов, 210 – госпитализированы. У подавляющего числа фиксируются переломы, растяжение, сотрясение. Типичными травмами, которые происходят с людьми – это переломы лучей в типичном месте, то есть предплечья, и травмы голеностопов. Медики отмечают – избежать падений просто. Достаточно передвигаться мелкими шагами и по возможности обходить потенциально травмоопасные места. Ступеньки подъездов, переходов, остановки общественного транспорта и горки. Высокий темп жизни – неотъемлемая черта современного мира. Недостаток сна имеет свойство накапливаться. Последствия – потери концентрации, нервное перенапряжение, синдром хронической усталости и многое другое. О том, как наладить режим – Виталий Гаврусев. Залог хорошего дня, уверяют специалисты, в правильном сне. С чего он начинается? С постельного белья из натуральных тканей, менять которые рекомендуется один раз в неделю. За полчаса до отдыха стоит проветривать комнату и укрываться теплым одеялом, но дыша свежим воздухом. Доказано, он напрямую влияет на работоспособность, самочувствие, психоэмоциональное состояние и качество жизни. Для хорошего сна все необходимо. И хорошая постель, и подушка, и главное – душевное спокойствие. На матрас надо хороший, ортопедический, который будет тебе помогать спать. И нигде ничего не будет болеть. Ортопедические подушки, удобный матрас, комфортное одеяло, чтобы было мягкое. Если не получилось пораньше отправиться в постель, можно подготовить время пробуждения. Чтобы быть бодрым и свежим, от спешки по утрам стоит отказаться. Лучше наводить будильник на 15 минут раньше. Если, допустим, пожилому человеку укороченный сон – это нормально. Молодой человек, который спит мало, ну, он может спать мало, потому что у него достаточно силы и энергии для того, чтобы восполнить это дневными какими-то, может быть, пересыпами. Человек зрелый должен спать не менее 6-8 часов в сутки. Особенно это касается женщин. Для того, чтобы хорошо выглядеть, хорошо трудиться и чувствовать себя удовлетворительно. Для тех, кто хочет сохранить молодость и красоту, существуют золотые часы сна с 10 вечера до полуночи. В этот период в организме высокая активность восстановительных процессов. Положение тела во время сна также влияет на то, в каком самочувствии вы проснетесь. Человек за свою жизнь, он приспосабливается спать так, как ему удобно. Понятно, что если у меня сегодня болит правое плечо, я на правом боку спать не буду, потому что мне это неудобно. Кто-то предпочитает спать на спине, кто-то предпочитает… Это самая, кстати, считается наиболее физиологичная поза для позвоночника, для головы, особенно если человек спит без подушки. 80% людей спят на боку в позе эмбриона. Это облегчает засыпание. Ну, люблю спать на боку и на спине. Не люблю на животе, когда перевернусь во сне. На правом боку и в позе ребенка утроби матери. Наверное, на спине. Удобно. В течение дня рекомендуется пить до 2 литров воды. От принятия энергетических напитков перед сном стоит отказаться. Суточные ритмы могут сбиваться в том числе из-за недостатка питательных веществ, которые необходимы организму для правильной и бесперебойной работы. Магний и витамин В6 способствуют нормализации работы нервной системы, способствуют расслаблению организма за счет снижения артериального давления и снижения частоты сердечных сокращений, позволяя при этом полноценно отдыхать ночью. До пелигерц магний плюс лаванда плюс мелиса. В дополнении к действию магния, лаванда и мелиса обладают мягким успокаивающим действием. А еще необходимо настроиться на здоровый сон, отложить подальше смартфоны, ноутбуки и принять горячую ванну. И постарайтесь вечером отключиться от неприятных мыслей и проблем. Скажите себе, как Скарли Тахара. Я подумаю об этом завтра. Следуйте простым рекомендациям и здоровый сон вам обеспечен. А следовательно, заряд бодрости и хорошее настроение на целый день. Виталий Гаврусев, Дмитрий Шевцов, Максим Калинин, Бобруйск, 360. Сразу после нас мой выбор. Кто имеет право на участие в голосовании и что делать, если вас не оказалось в списках избирателей? Расскажем ровно в 20.45. Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова